СИБИРСКИЙ СНЕГ Я приехал из Сомали. И я приехал из Египта. И как давно вы в России уже сейчас? Почти я живу здесь два года. Я только здесь пять месяцев назад. И уже начал говорить на русском? Да. На кого учитесь? Я учился в программировании. Первый курс. Абди-Жахман? Ибраим. Ибраим, прошу прощения. Я учусь в Алтайском государстве, в Венном Техническом. Я изучаю русский язык. Подготовил курс. Буквально вчера в Политехническом университете состоялась конференция иностранных студентов. И я знаю, что Ибраим выступал там в качестве докладчика. Да. И твоя работа называется «Национальные блюда Египта». Расскажи о главном блюде Египта. Самое главное блюдо в Египте – это фул и кушари. Каждый день египтяне кушают фул на завтрак. Эту фул я не видел здесь, но это похоже на фасоли и коричневые. И кушари – это состоят из макарон, риса, чешевица, жарный лук, багетти и соуса. Каждый день мы в Египте кушаем это. А что едят в Сомали? Какое ваше национальное блюдо, главное? В Сомали самое главное блюдо – это анжиро, но похожее как блины. Они сделаются из мука. Мы каждое утро завтракаем это блюдо. Вообще очень вкусно. И весь в Сомали все мы кушаем это каждое утро. Но ты же знаешь, что в России тоже есть блины? Да, блины, конечно, я знаю, поэтому мне нравятся блины. Но это анжиро немножко похожее блины. А чем отличается? Ну, там блины добавляют яйцо, а это анжиро не добавляют яйцо. Просто из мука. И там тесто делают. И все. Драхман, я знаю, что ты вчера тоже был на этой конференции. Был как слушатель, да? Но расскажи, какая тема была самая интересная? Мне самая интересная тема была языка. Вот мы знаем, что язык, язык имеет очень важное для всех. Поэтому мне интересна была эта тема языка. Ну а сами вы приехали сюда, уже знали языки? Нет. Я впервые, когда я здесь приехал, я вообще не знал. Он сказал кроме спасибо. Вот поэтому я просто начал учиться здесь. И у меня очень классные и хорошие преподаватели были. И они меня научили русский язык вот так. Только преподаватели или вы с ребятами пытались общаться? Тоже с ребятами я общался, но преподаватели, они имеют очень хорошее, очень главное место. А как у тебя было, Ибрахим? Русский язык? Да, как ты его научил? Я изучал русский язык месяц онлайн. И здесь 4 месяца. В первый раз я говорю русский язык, это было очень трудно. А что трудного в русском языке? Что самое тяжелое? Для меня самое трудное слово, это было здравствуйте. Почему? Необычно для меня. Необычно произносить? Да, для меня здравствуйте, сложно. Но я говорил с другой человеком здесь, русский, таджикский, Абдурахман тоже. Сейчас не очень хорошо, но я могу говорить. Ты из Египта, ты из Сомали, вы друг друга понимаете? На каком-то языке общаетесь? Да, да. Мы с ним разговариваем, арабский язык. У нас арабский язык общий язык. У нас в Сомали родной язык, сомальский язык, но и второй язык арабский язык. Просто я учился арабский язык, когда я здесь приехал, потому что у меня все мои друзья, все мои друзья, они из Египетии. Поэтому у меня в выходные были просто, чтобы учиться другой язык. Просто я учился египтянский язык, чтобы разговаривать с ними. Но вы помните этот момент, когда вы решили приехать сюда, в Сибирь? Как это вообще было? Как вы поняли, что вы едете в Россию? Как вы решили это? Вот смотрите, у нас, когда в Сомали, мы просто не приезжаем в Россию. Но студенты, которые отличники, они приезжают в других разных странах. Например, некоторые уезжают в Китай, некоторые в Россию, некоторые в Турцию. Я один из них студенты был, поэтому у меня выбор был, чтобы приезжать в Россию. И вот в первый раз я не знал Россию, просто я слышал. И кто слышал, не похоже, и кто видел. Вот поэтому, когда я выехал здесь, я видел, что такое в России. Но вот в первую очередь в Сомали, я узнал, я думал, что в России везде они катаются медведем. Вот, как будто так. Но когда я здесь приехал, я видел, что это не так. А что удивило в России больше всего? Для меня? Было прекрасное чувство, когда я приехал в Россию. И это мой первый раз, когда я могу общаться с русскими. Так было очень-очень нормально и хорошо для меня. И в России я видел русские люди, как и египтские люди в традиции. Это было для меня красиво. А что тебя удивило? Что мы увидели здесь в России, это первая погода. И снег. Потому что мы из Африки. Мы вообще, например, в Сомали, и вокруг нашей страны, вообще мы никогда не видели, что такое снег вообще. Ну, вам рассказывали? Да. Ну, рассказывали. Ну, смотрите, у меня есть друзья, которые там в России и других странах Европы жили. Когда они говорят, у нас снег идет, я думаю, лод, который вот такой большой, лод здесь, чтобы из неба войдет. Вот, я так думал. Не страшно было в России ехать, когда знал, что лед падает? Поэтому мне страшно, я так думал. Но когда я приехал в Россию, я видел снег, какой классный и красивый. Вот, когда снег падает, вообще очень комфортно и красивый. Везде вилы, поэтому мне нравится. Ну, ты родственникам показал? Какой, на самом деле, снег? Да, конечно, я показал все. Я все отбрал вилы, показал. Я не удивил. А тебя снег не удивил? Когда я видел снег, это было очень классно. Потому что в Египте нет снега вообще. И погода здесь тоже очень-очень холодно была, когда я приехал здесь. Но сейчас это нормально для меня, потому что я 5 месяцев здесь. А как родители отнеслись? Вот отпустить ребенка на другой континент, в Сибирь? Вот, смотрите. Например, у меня один мальчик. У меня нет брата. Поэтому родители их тяжело было, чтобы я здесь, ну, в России уезжал. И вот в Верве отец не хотел, чтобы я здесь учиться. Но потому что он мне скучает, я из-за этого, ну, они мне сказали, давай остаться, вовсе здесь учиться. А я сказал, нет, я хочу учиться там в России. Вот. Но мы сейчас каждый день разговариваем, и они меня спрашивают, что там интересно. Вот, поэтому они уже сейчас нормально, они, ну, прифекли, чтобы я здесь живу. А как вам русская еда? Как вам русская кухня? Что больше всего любите? Больше всего я люблю блины. Верве. Потому что он в Верве – это мой традиционный блюдо, поэтому я люблю блины. Но потом и второе место – это борщ. Тоже очень вкусно. А до этого никогда не пробовал? Ну, борщ я в Верве здесь просто видел борщ. Я никогда не кушал борщ. Ну, а крошка и другие блюда? Другие блюда я еще не видел, еще не кушал другие блюда. Я еще не видел. Я кушал бюре уже. Что? Бюре. Картофель. Пюре? Картофель. Да, бюре. Да. И борщ тоже. И я знаю, как я могу готовить борщ. Моя обработавательница, она показала мне видео, как я могу готовить борщ. Это легко, и я могу. Ну, вернемся к языку. Да. Вы его изучаете с преподавателем, но и со студентами, правильно? А что вам студенты рассказывали, чем интересуются, что спрашивают у вас студенты? О языке, да? Ну, не только о языке, но вообще о культуре ваших стран, что спрашивают? Вот смотрите, студенты, например, друзья, которые не знают в Африке, они иногда спрашивают интересные вопросы. Вот в Африке, они думают, во-первых, большинство людей, что одна сторона как будто, и они разговаривают в один язык. У вас африканский язык, они спрашивают вот такие вопросы. Нет, там в разных языках есть. У каждой страны есть севая культура, севая язык. И еще вот однажды у меня такой друг был, он спросил, братан, у вас свет есть? Он сказал мне. Вот, но они думают, что в Африке там есть некоторые места, которые пустынные, есть некоторые места, которые, но вода мало, вот так. Они все в Африке, но есть мало места. А в Сомали есть интернет и свет, да, сейчас развеем все мифы. Да, вот как и здесь. Поэтому, ну, некоторых вопросов и смешно, когда они задают тебе, вот. Они когда задают, вот, удивляются, что за такой вопрос, вот поэтому. А планируете уезжать или все-таки останетесь в России? После учебы, вот, я планирую, чтобы продолжать, поступить в магистратуру. Магистратуру? Ну, потом, ну, аспирантура, если возможно. Отучиться и уехать? Ну, думаю, так. Ну, пока я не планировал, ну, до конца учеба, может быть, самый главный, что родители меня ждут, обратно буду езжать, да. А, вот ты здесь отучился, и ты по этой специальности у себя найдешь работу в Сомали? Да, конечно, точно, я найду в Сомали. А у тебя какие планы, Прихим? Нет, я не хочу жить здесь, я только хочу учиться здесь. Но я хочу жить в семье, так я хочу жить в Египте. Ребят, ну, по стране своей скучаете? Конечно, мы скучали уже, мы скучаем каждый день. Вот, поэтому, ну, сейчас невозможно уезжать, но если возможность есть, буду уезжать домой. Ну, просто сейчас у нас самое главное здесь, чтобы учиться. После учебы, да, конечно, мы будем уезжать. Ну, пандемия как-то повлияла на выезд, ведь вы долго дома не были после коронавируса? Нет, нет, не попадали, просто мы здесь остались. Ага, если бы коронавируса не было, вы бы... Не были бы уезжать домой. Вы бы уезжали каждое лето? Там, каждый фахадный, да. Иврахим, я знаю, что ты планируешь поступать еще и в медицинский университет. Расскажи, это большая мечта какая-то? Да, это большая мечта для меня. В Египте я не могу учиться в медицине, потому что если студент хочет учиться в медицинском университете, он должен получить 98%. Я получил 96%. И мой папа сказал мне, почему ты не учишься в медицине в России. Моя мама не хотела, но я в России сейчас. Так, медицинский для меня это важный, медицина. И кем ты будешь? Я? Акушер. Акушером? Да. Ты мечтаешь принимать род? Я люблю, да, работать как Акушер. А у тебя у самого есть братья, сестры, младшие, старшие? Нет, я старший брат. Ты старший брат? Да. У меня два брата, Юсиф и Акуб, и одна сестра, Сара. Ну, помимо семьи, почему больше всего скучаете? Вот что в вашей стране из такого, почему больше скучаете? Вот смотрите, когда человек живет с родителем, ему не нужен больше не джифо. Вот вы живете с родителем, там интересно, вокруг тебя свои братья, вы вместе кушаете блюда. Вот поэтому самое интересное, вот, думаю, вот, в моем мнении этого. Ну, родители, это, ну, главный, играют в главную роль. В моем мнении этого. Угу. А ты почему скучаешь? Я скучаю. Это первый, я скучаю семья. Я скучаю о печени, еда в Египте, потому что здесь нет печени, все Египты я скучаю. Ребята, вы далеко от столицы своих стран живете? Нет, вот смотри, недалеко от столицы. Я... Только не называй столицу, мы оставим это для зрителей. Ну, рядом, я живу рядом столицу, недалеко. Угу. Я тоже недалеко. Недалеко от столицы. Кстати, вызов нашим зрителям. А вы помните столицы Египта и Сомали, если нет, то, как говорится, Google вам в помощь. Ну, что ж, ребят, большое вам спасибо за разговор. Надеемся, что еще не раз с вами встретимся. А мы на этом прощаемся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok